Продолжается нескончаемый восьмой тур Мемориала Таля. Владимир Крамник в очередной раз борется практически до первых петухов за победу. И это самый боевой, самый упорный шахматист в этом составе с громадным отрывом. Четвертый раз уже он. Да, из восьми. Пошел на седьмой час. Молодец, да. Вот в любых позициях сражается, борется. Нельзя не отдать должное. Ну, в общем, Владимир молодец, но при этом, конечно, много работы доставляет. Ну, я надеюсь, что и удовольствие нашим зрителям. Итак, сейчас возвращаемся в турнирный зал. Смотрим по 10 минут у соперников. Это уже финальный контроль, финальный цитнот. Больше добавлений не будет. Играем в режиме 30 секунд добавления на ход. Белые все ближе к тому, чтобы где-то провести F2 и F3. Потому что все эти танцы фигур совершенно очевидно, но не помогут выиграть пешку ни G4, ни F7. И ясно, что вот кроме F3, ну, наверное, нет другой конструктивной идеи. Но вопрос в том, в какой момент Владимир это сделает. Честно говоря, вот здесь, вот здесь. У меня было ощущение, может быть, он вот прямо сейчас F3 мог бы сыграть. Ну, потому что здесь по третьему ряду конь-то заслоняет этого короля. Не знаю, ладья И6. Ладья бы два шахмаша. Что? Ладья бы два шахмаша. И ладья же два, что ли? Ладья бы два, король Е3. Да, непонятно. Нет, ладья, если пойдет сюда. Нет, ну, ЖФ сбил и ладья Ц2. Что-что? Может быть, сбил ЖФ. Не, ну, понятно, да. Понятно. Ладья Ц2. Здесь раскрутиться тяжело. Конь Е4 надо. А Ж4 почему не сыграть? Ф6. Ф6, да. Ну, дальше продолжить. Вот, Марлезонский балет. Ну, вот это что за позиция? Ну, скорее всего, ничья, но есть и вероятность проиграть. Ведь, как учил Ботвинник, если вы хотите узнать оценку коневых окончаний, снимайте коней. Ну, пешное окончание, наверное, проиграно черных. Но здесь коней-то снять непросто. Я думаю, что есть шанс на ничь. Должна быть ничья, по идее. Да, по идее должна быть. То есть, в этом вопросе Михаил Моисеевич немножко преувеличил. Но он говорил именно как такую одну из тенденций коневых окончаний. Ну, процентов на 70-75 это справедливо. Да, работает, работает, да. Итак, Крамник дал шах на Ж5. Король пошел на Ф8. Ну, может, он пойдет и в 3. Нет. Нет, ладья. Ну, сначала от шах прикрылся, чтобы ладья И6 нигде не было. Ну, надо просто постоять, видимо. Король Ж7 вернуться на базу. Можно, конечно, и ладьей немножко похулиганить. Ладья Б3, ладья Б4. То есть, ясно, что выбор ходов у черных очень широкий. Ничья-то, видимо, делается с запасом. Но когда широкий выбор продолжений, приходится думать. Приходится тратить время. Мне кажется, как раз, Томашевского очень мало шансов именно именно Томашевского обыграть в таком стиле. Но, может быть, с кем-то более импульсивным было бы больше шансов. Ну, не знаю. Я, например, вспоминаю, как Аниш Гири замочил Томашевского. В окончании, где перевес белых не казался все-таки таким уж серьезным, я бы не сказал, что Женя уж такой настолько выносливый парень. Вот Гатукамского в лучшем состоянии, мне кажется, вообще нереально. Просто невозможно. Для этого нужен абсолютно стальной человек. Но Женя, при всем к нему уважении, мне кажется, стальным еще не является. Хотя, как знать, может быть, со временем забронзовеет, окаменеет и станет действительно легендой. Да, король Е3. Ну вот, это уже прогресс. Сказали мы с Петром Ивановичем. Ну, ладья F6, например. Ладья F6. И где-то как-то, ну, я не знаю, пункт F3, правда, прихватили. И все на конь Е4. Ну, а дальше-то что? Дальше так уже стояли, да, и просто возвращаемся. Здесь... Ладья F3 шаг, да. Нет, ладья F3 шаг. Король F4. Нет. Ладья F6 на конь Е4 шаг. Смотрите, смотрите, ну, подождите. А что здесь будет дальше? Ну-ка, интересно. Куда? Король G5. Ну-ка. Нет, ладья G5. А, ладья G5. Король F4. Мне просто интересно. Вот я играю поверхностно. Так, ладья A3, ладья G5. И... Конь F6, да? Король Е5 сюда. И... Ну... Я сейчас хочу перехватить инициативу где-то. Ходом F6 и конь F7. Вилка такая. Сразу был ход F6. Сразу ход F6. О! Во-во-во-во-во. Ну, там конь F6. А конь F6, конь F7. А, в смысле и король F6. А на короле F6 еще один шажок и конь F7. Да. Ну, это уже такие... Это уже зазеркали. Ладно, хорошо. Там, конечно, качество можно отдать за пешку. Может быть, за вторую. Вообще, если ему удастся пожертвовать ладью за коня и две пешки, это будет праздник. Это будет выигранная позиция. Ну что, пост сыграл ладья B3. Ну, нормально. Цепляемся. Цепляемся. Ладья C5. А, у них уже второй бланк. У них уже второй бланк. Да, тут уже, в общем, количество... Переходит в качество. Да, количество ходов. Ну, вообще, качество ходов очень хорошее, я считаю. Просто позиция ничейная, чтобы поделать. Ну, может быть, сейчас действительно белый король угрожает каким-то прорывом. Ну, можно под... Ладья B2 пока. Или ладья B4. Там много ходов. Да. В общем, ну, есть шансы у белых практически. Тем не менее, задурить голову. Давайте. Именно вот задурить голову есть шансы. Заморочить. Да. Так. F6. И? Король H4. Вот я не знаю, бить или не бить. Не бить ладью. А если ударить? А если ладью и собьет. А тогда еще шажок? Ну, ничья. Погоди, погоди. А, кони F7 и на F2 съедаем. Я хотел три пешки против коня. А три против коня это выиграно? Ну, можно двигаться, во всяком случае. Есть практические шансы. Так. А вот если на F6 король H4, то... Слушайте, а может здесь проблемы есть у черных какие-то? Ну, тут есть. А зачем ты ослабил всю позицию? А я изучаю возможности. Я это не предлагаю за черных. Я просто показываю, какие есть опасности, если играем беспечно. Уж чего-чего обеспеченности на седьмом часовой игре это нам не занимать. Шаг конем на G4 висит, да. С ли сыграно ладья B2? Чтобы белый король просто не баловался. Но он будет баловаться после коня Е4. Вот все равно хотим отправиться вперед. Конь Е4. И как, собственно, здесь дальше действовать? Не исключено, кстати, что вариант... А, здесь можно ладья B4 сыграть. Ну, можно. И нет хода к роли F4 за F5. Ну, и там ладья F5. Но тоже ничья, конечно. Ага. Вот. Давайте посмотрим. Так, так, так. И сюда отправились, да? А если конь F6? Ну, ладья там B2. Ладья B2. Не, а ладья B5. А, ладья B5 зачем? Ладья B2, да. Ладья B2. Ну, в общем, такое окончание, конечно, ничейное. Это мы знаем. Ну, хорошо, это совсем ничья. Ну, в принципе, даже, наверное, не стоит анализировать. Просто такое смотрелось в свое время. Я тоже думал, может быть, как-то две пешки могут идти. На самом деле, с запасом тут ничья, конечно. Ну, Крамник может и на это пойти. Что делать? Он играет до голых королей и до полного позеленения соперника. Но, прежде всего, позеленеют комментаторы. Это уже ясно. Сейчас уже абсолютно понятно, к чему идет дело. Да нет, ничего. Ну, кто-то посинеет, кто-то позеленеет. Это уже неважно, да. Кто первым пойдет со стула? В общем, игра у нас примерно такая. Но какая же все-таки у нас махина, Владимир Крамник? Ну, какая же все-таки машина по выдавливанию очка? Как по выдавливанию воды из камня, я бы сказал, да? Так, теперь читаем вопросы в интернете. Если бы Гарри Кимович продолжил свою профессиональную карьеру, как вы думаете, на каком уровне он сейчас играл бы? Какой у него примерно был бы рейтинг? Ну, я думаю, что в десятке-то мир он по-любому был бы. Но вот с Магнусом Карлсоном, наверное, ему соперничать все-таки было бы тяжеловато. Энергетика уже не та, наверное, у Гарри Кимовича. Ну, а со всеми остальными, я считаю, не знаю, как ты скажешь, Илья, мне кажется, со всеми остальными Гарри Кимович мог бы соперничать. Конечно. Вот. А Магнус все-таки вот посильнее. И сам Каспаров, кстати, это отмечает, что, в принципе, я бы мог бы играть хорошо. Но вот Магнус все-таки посильнее. И он сам, несмотря на то, что великий чемпион фантастическими амбициями, он не боится в этом признаться. Магнусам было бы интересной у них борьба, когда оба были в расцвете силы. Вот это было бы интересно. Но совместить это надо на машине времени тогда. Да, да. Либо нынешнего Магнуса туда, либо того Гарри Кимовича сюда. Вот это было бы действительно фантастически интересное противостояние. Вот матч Каспаров против Карлсона. Ну, не более интересный, чем когда они с Карловым играли. Лучший вопрос. Нет, ну это мы одно и другого не исключаем. Правильно, да? Вот. У всех шахматистов немножко похожий характер. Ну, хотя бы в чем-то. Да. Все шахматисты дуг-дугу. У Каспарова у Магнуса характер может и похожий, но стиль игры у них разный во многом. Нет, ну оба они достаточно жесткие, боевые. Это абсолютно нормальные чемпионские качества. Так что в этом плане они похожи, как и многие другие чемпионы. Так что это действительно так. Так, ладья G5. Еще один ход, который призван как-то смутить и заставить подумать. Вот опять на каждом ходу Крамник дает возможность сопернику выбрать. Вот можно туда, можно туда, можно сюда. На F8 ходит. Король F6 мне не нравится, как-то король очень далеко уходит. Здесь можно и не вернуться. Мне нравится на F8 ходить. А так он так уже неоднократно ходил. После ладья G5 все время играет король F8. Ну и правильно делает. А здесь Евгений думает, а стоит ли? Он не думает, просто он подошел сейчас к стороннику. Да? Ну хорошо. Он отсутствовал. Ну традиционный вопрос нам всегда с Ильей задают. Встречались ли мы между собой, Сергей Шипов и Илья Смирин за доской? Если да, то какой у вас счет? Вообще нам давно пора с Ильей сыграть большой матч, потому что до этого не играли. Если найдется спонсор, то я с удовольствием. Спонсор. Даже я бы сказал на седьмом часу. А, счет 0-0 вообще. Счет 0-0. Пока примерное равновесие наблюдается. Ну так примерно так, плюс-минус, да. Хорошо. Так. Говорить про это плохая примета. Ну вот вопрос из зала. Верите ли вы в приметы? Я всегда соблюдал приметы. У меня всегда была счастливая одежда, счастливая ручка, счастливый путь на тур. Очень многие шахматисты придерживаются примет. Ну, говорить об этом. У Карпова, например, там тоже были. Ну, это совершенно нормально. И у Каспарова тоже, на самом деле. Еще какие были? Это способ просто самонастроя. Это аутотренинг. А у Рафа Надаля, он там бутылочки все время во время матча. У него всегда две бутылочки. И он все время их ставит в одинаковые последовательности. Все время нужно делать, чтобы соперник сначала прошел на его сторону корта. При обмене. Ну, когда они идут на отдых. Но там у него целая, там есть своя... Да, это элемент. Это не только в шахматах. Вы не думайте в шахматы. Это вот в единоборствах во многих. Вот еще один вопрос. Какой совет вы можете дать, чтобы сильнее играть в Блиц? Совет очень простой. Играйте посильнее и побыстрее. И все будет очень хорошо. Уверенность в себе нужно и хорошая форма. Блиц зависит исключительно от твоего состояния вот на этот час. Или там на эти несколько минут. Ну, ты знаешь, в каком бы ни было состоянии, Анакамуру переиграть очень тяжело. Даже если он в плохом состоянии, но он играет в Блиц настолько сильно. Есть, конечно. Это физическое мастерство. Это особенное мастерство. Ну, это трудно сказать. Ну, и... Так. Ну, что-то у нас повторяется как-то туда-сюда. Не знаю я. Это сказать невозможно. Вопрос из зала, какой самый сильный Блицор за историю человечества. Ну, это предельно сложный вопрос, потому что нет никакого критерия, никакой возможности сравнить. Чемпионаты мира по Блицу проводятся только в последние времена. Причем Анакамура не был ни разу чемпионом мира. Грещук был три раза чемпионом. Но я не возьмусь утверждать, что Анакамура... Что Грещук играет сильнее американского гроссмейстера. Даже подозреваю, что наоборот все-таки. Но... Каспаров хорошего образца. Очень недурно играл в Блиц. Подтверждаю. Карпов великолепно совершенно играл в Блиц. Ну, самый, конечно, легендарный это был все-таки Фишер, когда он играл этот турнир. В 70-м году после матча Меха. Ну, это только один эксперимент. Да, но там он играл просто феноменально. У Талли было много проверок таких. Он много действительно выиграл. Анант, кстати... Блиц-турнир. Анант, кстати, я наблюдал, как он играл. Самый первый мемориал Талли был, когда... После него был Блиц-турнир. И Анант играл этот Блиц-турнир просто как бог, могу свидетельствовать. На меня пролило большое впечатление. Ну, у Ананта большая, большой стаж побед в Блиц-турнирах. В принципе, действительно, у него такой легкий интуитивный стиль игры. В Блице очень практично действует. Он постоянно играл быстрее соперников, да? Потом флаг подвисает у соперника, а у Виши смотришь там. Две минуты постоянно. Сейчас, конечно, он... Он замедлился. Замедлился, да. И нет прежней уверенности в себе. А вот тогда было такое ощущение, что у него нет просто секретов в шахматах. Как-то он играл, очень высокое качество партии было, на мой взгляд. Ну, и он прыгал всего одну партию, там, типа, из 28 или там из какие. Так, тем временем, напал на пешку Владимир Крамник. Пешку на Ж4 надо бы поберечь. Но отхода Ладия Ц4 трудно воздержать. А, там потом конь А7 и выгнали короля в чистое поле. Подождите. Вот, допустим, если банально тупо защищаемся... Ну, Ладия Ц3 может быть тяжелее. Сейчас, погоди, Илья, если, я сказал, если. Значит, короля вот таким образом выдвигаем. Ну, и что? И вот так сыграем. И хотим все-таки подкрасться к этой пешке. Владиа Ц3 шах в этот момент. А, и король Ф4 есть ход. И даже король Ф4 пошел на Ж5. О, вот это да. Ну, вот и есть такой шанс. Шанс есть, да. Слушайте, минуточку. Кого нет Ф6. Сейчас вот надо собраться с мыслями. Владиа Ц3 первое, что напрашивается. Нет хода короля... А, подождите, почему нет? Там на Ф2 зависает, да? Сюда, сюда. Король Е5 сюда. Ну, наверное, это ничья. Хотя... Нет, ну тут Ф6-то зеваешь ход. Как зеваю? Подожди. Ф6 шах. А, Ф6 и конь Ф7. Нет, ну там же своя ладья на Е2 пойдет. Да. На Ф2 давайте Ф6. Король должен идти куда? Король должен идти. Шажулик, наверное. А, шажулик на Ф6 заберем, да? Нет, ну взять даже... То есть я ничего не зеваю? Не зеваю, да. Взять на Ж4 и ладья... А зачем тогда Ф6 играть? А надо ли Ф6 играть? Ну, не надо. Сразу взял на Ж4 ладья. Нет, ну там ничейный ладейный, конечно. Так, ладья Ц3 сыгран. Вот у нас, похоже, решающая стадия. Все-таки решающая. Так. Ну, здесь, конечно, я подозреваю, что и такой ход есть. Ну, есть. Чтобы поддержать эту пешку. Если так... Ладья Ц5. Ладья Ц5. Конь Д5 и по новой. Конь Д5. И ладья Ц2 теперь. И теперь ладья Ц2. Ну, вот так и будем крутиться. Долго. Долго и упорно. Нет, молодец, Крамник. Все-таки создал, создал серьезную угрозу. Ну, можно, можно. Так. Ну, да, да, да. Вот. Сейчас посмотрим какие-то пробеги короля. Может, нужно через Е4 чуть-чуть похитрее. Но на этот ход... Может быть, так. Чуть-чуть какие-то хитрые. Ну, ладья Ц2. Ладья Ц2. Так. Ну, только кажется, что черный король. Давайте посмотрим. Вот так мы его выгоним. Ух ты. Но потом, правда, я не понимаю, как с пешкой в 2 работать. Я совсем не понимаю. Пешкой в 2 просто отдадим, и белые не могут ни на что напасть. Вот это немножко обидно. За белых обидно, а за черных, наоборот... Радостно. Радостно, да. Ну что, Володя, вперед. Вперед. Король Е4. Вот начинаются военные хитрости. Ну, правильно. Так. Ну, что. Ну, если сыграть так, то сразу, видимо, зевака даем, да? Да. Крепкого зевака даем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И Ладья зависает. Это сдался сразу. Вот возможность сопернику ошибиться, это всегда важно предоставлять. Значит, Ладья F3 не играет. Нет, но шах по 4, наверное, на C4. А есть еще такой, наверное, ход, да? Или такой ход, да. Ну, вот если Ладья F2, я как раз опасаюсь того, что все-таки где-то черный король... Хотя, правда, здесь подвисает и Ладья тоже, да? И пешка, и Ладья. Да. Кстати, тоже возможный вариант. Тут Ладья D5 шах. Еще раз. И король F4. F4. Да. Хитрющая игра. Да, кстати, если король на G5 попадет, то конь на G6 пропадет. Слушай, шансы... Стихами заговорил. Нет, ну, король мне кажется блестящий. Вот как, вот на ровном месте. Казалось, что F3 вообще единственный шанс. А вот то, что он сумеет таким образом выдавливать черного короля... Я вообще начинаю подозревать, что король F8 там была неточность. Так, шажочек еще один. Еще один шажочек. Вот теперь на E5 или на D5? На D5. Ну, король D3 не имеет смыс... А, король D3, знаете, имеет смысл в том плане, что мы все-таки успеваем выдавить короля. Итак, теперь мы ничего не жертвуем, ничего не меняем. Потом даем шажок. Потом еще даем второй. И здесь может быть... Так. Ладья там... Ладья Е4, да? Да. А потом король побежал, да? Ну, ладья... Ну, правда, ладья... Ладья А2, но король Е3. Я просто имел в виду, что вот, может быть, туда поскачет. Конь в 5 шаг может быть. Вот конь в 5 это... Даже здесь интересно. Знаешь, Илья, даже здесь становится интересно. Но все-таки как-то черный кроль отсечен от места просачивания белых фигур. Шансы есть. Снова шансы у белых возникли. Да. Фантастика просто. Что творят... Он мешает. Так бы и 5 шаг был, а так конь мешает. Что творят шахматисты в этой партии? Невероятно. Ну, это все-таки игра с конями. Понимаете, это то, чего нет в шашках. Вот я как раз возвращаюсь к вопросу. Это удивительно, как с конями удается иногда вращать позицию буквально на ровном месте, создавая проблемы соперников. Но здорово играет кранник. Вы знаете, для человека, который еще это делает на седьмом часу игры, все мы можем восхищаться тем, как спринтеры быстро бегут. Но вы попробуйте на седьмом часу так побегать после старта. Это, конечно... Это только железные люди. Айрон Мэн может сделать. В общем, восхищаемся, дорогие друзья. Вот безо всяких каких-то там... Безо всякого лукавства я вот очень восхищаюсь игрой кранника. Как это же он так перекручивает соперника? Казалось, что абсолютно все надежно. Абсолютно. Но Жене надо потерпеть, постараться, побороться. Вообще обидно проигрывать такую партию. Вот самое обидное для шахматиста — это играть семь часов, сделать все, что можешь, проявить свои лучшие качества и все равно проиграть. Напрасно он пропустил короля. Как это он пропустил короля? Не надо было пропускать. Так, король d3. Вот он этот хитрющий ход, о котором мы сейчас говорили. Все-таки проясняется идея кранника. Съесть сразу пешку он не хочет. Он хочет выдавить черного короля из королевского фланга. Отогнать его подальше. И только потом заниматься пешками. Это игра высококлассного шахматиста. Просто который знает толк. В этих делах. Ну что, Володя, конь h7, ладья e5. И дальше поехали. Ну, пешку на g4 здесь видно, что съесть не удастся. Зато есть маленький определенный прогресс. Шажулик. Пошел. Шажулик вбок. Король e7. Ну и, видимо, ладья. В этом состоит идея. Так. Вот все-таки... Вы помните, дорогие друзья, что упустил момент, когда можно было менять ладьи? Евгений Томашевский. И там был момент, когда он мог менять ладьи. Ну, чуть-чуть посчитай корневой эндшпиль. Да работай. А был там, да? Я вообще не помню. Я уже сам забыл. А он в какой-то момент просто сам уклонился от размена и решил, что ну и так нормально все стоит. А вот выяснилось, что здесь практические шансы появились. А потому что Крамник его смутил быстрым этим ходом ладья d5. Да, конечно, конечно. Легкий шок вогнал такой. Во всем виноват Крамник. Да, это понятно. Король d6. Ну вот теперь наступает новая стадия. Может быть просто, даже ладья e4 не обязательно играть. Может просто увести ладью куда-то подальше. Допустим, ладья e8. Мы хотим конем на f6 вернуться просто. И цепляться как-то к этой пешечке. Тут, конечно, появились шансы реальные, похоже. Вот Володя думает, предлагать размены или не предлагать. Смотрите, какое напряжение. Аж рука дрожит, а. Смотрите, вибрация. Вибрация пиджака Крамника. Ну да, вот. Ладья b5. Тончайше. А, только, собственно, угрожает еще шаг по шестому ряду. Ну, важно все-таки создавать мелкие, но неприятные угрозы. Здесь правда, а если король на e7 вернулся? Владя b7 теперь. Тогда шажульк. Еще один. На шестой ряд не пойдешь, а на восьмом ряду в принципе. Владя b6 просто. И? И h6, может быть, даже побежали. И лошадь. И побежали кони f5. А так на восьмом ряду. Кони f5 и h6. Подбежали, подбежали. Как я говорил. Так, король c6. Женю понесло куда-то в бок. Вау. Куда-то в бок. Далеко он. В бок понесло. Ой-ой-ой-ой. Ну, правда, по вертикали. Вот если бы по вертикали d отсечь, точно будет побежать. А если ладья b1 просто сейчас? Так. Или b2? Давайте подумаем. Ничего себе, как он. Вот еще 10 ходов назад кто бы мог представить себе, что король из этой уютной, казалось бы, позиции с g7 будет выгнан. Выгнан просто. Ладья b2, наверное. Лисичка выгнала зайчика из дома. Я вот так трактую. Ну что, ладья b2, действительно хороший ход. И потом... Король-то, если пройдет на e5, наверное, там безнадежно будет. Ну, сейчас следующий ход... А, погодите, надо дождаться хода соперника сначала. Какой черный делает ход? Ладья a5, может быть. Ладья a5, а если сюда? Ну, бьет на h5. Ой, елки с палкой. Как неожиданно-то, а? Вот так, кстати, тоже... Какой сюрприз, да? Какая драма, а? Нет, тогда... А если ладья b1, тоже ладья идет на пятый ряд. Ну, хорошо, значит... А если ладья g5 все-таки? Ну, снова на d6 вернулся, да? Ну, и по новой. Нет, секунду. Все-таки ладья стоит на b5. Кажется, что вот-вот. Секундочку, когда ладья на b5. Ну, давай коня все-таки вернем на базу. Ну, король e6. Так, так, так. Ну, это новый уже виток гонки ядерных вооружений. Но потом король e3. Нет, ладья a3 шахтом и так далее. Ладья a3 сюда? Нет, ну, это уже тоже... Мы это видели почти, что... Ну, чуть-чуть разница есть. Нет, все-таки король стоит на e6. Ну, это он уже может на f8 перейти снова. Король e7 пойти. Так, давайте посмотрим. Владимир сейчас он видит по пятому ряду. На восьмую, правильно. На b8. Да, и что на ладья a5? Ну, тут теперь уже надо считать. Разные такие штучки. Нет, подожди. Вот сейчас жесткая конкретика. Пешак висит. Владимир h8 может быть. Ну да, засада только остается. Белый и конь f6. Конь f6, да. Владимир h2 надо ходить. И нет, конь g4, да? Но пока что король e2 просто. e2. И конь g8 следующий ход. Так. И выигрывают белые. Тут, по-моему, неизбежен уже поражение. Да, это засада. Засада. Ну-ка, еще раз. Ладья a5 сюда. Так, а есть идеи в черных, у белых? Ну, допустим, ладья f5 играю. Ну, конь... Куда конем? А вот куда? На конь f8, может быть, уже съем. Тут уже конь g5 можно думать над ходом. Секундочку. Конь g5? Ну, при случае. Ладья бьет g5, ладья бьет h6. Или это все-таки ничья? Это все-таки ничья. Ну, давай посмотрим. Наверное, ничья. Просто отцепиться от этой пешки. А, правда, король e4 есть в год, да? Да, король e7. Король e7. Поехали. Да, может, и не ничья. Может, и не ничья. Ладья g8. И ладья a6 просто. Видимо, просто вот эта пешка где-то падет. Ладья a6, наверное, выиграна у белых все-таки. Очень... У черных вообще хода нет здесь. Да. Просто нет хода. Интересный заезд ладья на h8, да? Говорят, что кони на краю доски ставят плохо. Но вот ладья в углу стоит еще хуже. Но это... Смотрите. Вот кто бы мог подумать, что механизм выигрыша заключается в том, чтобы коня запулить на h7. Вообще, бог знает куда. И ладью на h8. Это просто колоссально. Ну что, ладья f2 сыграно. Ладья a2. Ладья f2 это я уже подсознательно. Знаете, идет, что пешку-то уже съедаем. Кстати, а как пешку держать? Король и ты кони в 5? Нет, ну дальше надо продолжать. Эта игра только начинается. Эта игра вообще только начинается. Ну это... Черный король ужасно далеко... От народа. Да, ужасно далеко от места событий. Ужасно. Непонятно. Король d6 еще есть. Погодите, а на шажок куда? Просто король g5 я вот тут увидел такой вариант. На король h6, конь g4. А на этот ход вот такой. Да, это ничья. Да, это может быть внезапно ничья будет. Но после конь e3, наверное, есть какой-нибудь такой аккуратный ходик. Ладья f5 тогда. Или вот так. Вот. Теперь на ладья h2 мы играем. А на конь f5 что мы делаем? Тогда на h3. Ну какие-то танцы. Мы уже объявили с тобой дискотеку. Вот это дискотека. Вот здесь танцуем. Я туда, ты сюда. И как-то потихонечку. Дискотеков, да, да. Ладья f1, g4. А что? Как-то пешки все-таки сохраняются. Это очень важно. Секундочку. Вот стоит позиция. Как сыграть сейчас храмник? Значит, да. Король e3. Нет, король e3, да. Вот мы идем к этому варианту. Очень уверенно и размашисто. Можно, конечно, не играть конь f5. А если, давайте, а если корольком пододвинуться? Вот не идем мы в... Нет, нет, хорошо. Ну давайте поаккуратнее чуть-чуть. Вот сюда. Король d7. Ничего не зевая сразу. Может быть мы зеваем, но не сразу. Ладья b6. Есть, что меняется у нас, допустим, шажок. Да, наверное, ничего особо не меняется. Ну, король поближе. Черный король чуть-чуть поближе. Так, король h3, видимо, да? Все равно. Или король h4, чтобы сохранить возможность на f5. Ну, тогда конь f5. Король g5 на g3. Обидно. Обидно. Здесь, может быть, здесь король h3. Тогда ладья f3 и король g4. Да, интересно как. Как же легко здесь ошибиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Столько тактики невероятной. Тут, кстати, конча из f6. Если что, шахом вернется. Тяжелая позиция у черных. Да. Вот объективно тяжелая позиция у черных, потому что их король с g7 на ковре самолета перелетел на пункт c6. Ну, это великое мастерство. И беспечность. Я настаиваю, что это в какой-то момент неточность допустил Евгений Томашевский. Хорошо. Термин беспечность я снимаю с пробега. Где-то немножко потерял концентрацию. Это абсолютно нормальный физиологический процесс. Казалось, что позиция держится по-любому. А она оказалась хитрее. Ну, она может еще и держится до сих пор. Не исключено. Ну, здесь нам нужны этюды какие-то строить. Смотрите, что у Крамника две минуты. Вообще до конца. И 22 секунды. А у Томашевского пять минут есть. Пять минут. Ну, помогут ли эти ему пять минут? Может быть, здесь уже и час не поможет, если позиция действительно тяжелая, как нам показалось. Но нам это только кажется. Мы не можем говорить наверняка. Так, посмотрим. Подумаем. Ну, если кому-то интересно, я могу поставить, конечно, на компьютер. Ладья пошла на пятый ряд. Ладья пошла на пятый ряд. Вот эту позицию я сейчас установлю быстренько. Ой, что же вы, комментаторы, тут что-то несете. Говорит, что не надо только паниковать. Так, ну, на ладья швось. А, так он подставился под шах. То есть прикрали на Д3. Там мы ладья швосемь эту засаду делали. А здесь, если ладья швосемь, суда, и если конь отходит, то уже белый проигрывает. Да, смотрите, противостояние великое. Противостояние по вертикали аж. Вообще он пишет, что нет защиты пешки. Пешку невозможно защитить. Таким образом, мы начали было. Конь в шесть, ладья и в пене. Начали было паниковать, а выяснилось, что король Е3-то, видимо, не точность. Хотя, с другой стороны, пешка подвисала всерьез. А как ее не защищать? Если бы сейчас они пришли потом на конференцию, то вот много бы слов они сказали бы, особенно Володя, по поводу этой парты. То есть ладья аж опять нашелся какой отличный ресурс. И все держится на тактике. Где-то в нужный момент конь в пять будет с шахом. Браво, Евгений. Просто молодчик. Просто молодчик. А Владимир, как ты говоришь, проявил беспечность. А теперь, да, ну так они оба проявили. Нет, я уверен, я уверен, что черные могли не допускать вот этого убегания короля аж на С6. А Дон Королеон и говорил, что мужчина не может, не имеет права себе позволить беспечность. Только женщины и дети, говорил он, могут позволить беспечность. Но светлому Дону виднее. Но в шахматах иногда на фоне усталости это просто неизбежно. Что уж поговорить. И чем старше шахматист, тем труднее держать концентрацию. Да, шансы на выигрыш есть и у Томашевского мы видим. Так, конь в шесть защитил, защитил пешечку. Но что делать после ладья F5? А, там ладья F5. Ладья E5 шах он пишет, коварно. Компьютер? Да. Но дело в том, что Томашевский-то этого не знает. На самом деле и ладья F5, и ладья E5 дает ничью. Ну, пешка отыгрывается. А там уж как-нибудь. Да. Не видно ресурсов, продолжений. Хотя король белых все-таки поближе к пешкам. Может быть, еще какие-то маленькие практически шансы остаются. Ну, не знаю, ладья F5. Ну, допустим, мы зевнули эту пешку. И сохраняем все-таки черного короля где-то вот далеко. Не, ну там шансов особо нет. Только связать разве что коня. Так, ладья D5, кстати, есть ход. Так, а если зайти сбоку, может быть, где-то вилку удастся. На ладья F5 выиграем коня, на король D7 выиграем ладья. Нет, на ладья F5 конь G8 есть ход. Ладья бьет H5 и король F4. Что-что? Вот это шансы. Что-что? На ладья F5 есть ход конь G8. Конь G8? Да. Не себе. Вот это да. Может быть, поэтому ладья E5 шах может быть более точно. А как здесь, значит, взяли-взяли и... Подожди, Илья, значит, допустим, после размена, как ты выиграешь здесь? Я же к пешке E25. Нет, конь G8, ладья бьет H5, король F4. Ничего себе. Тоже нищая, наверное. Ну это... Погоди, а взял и ладья H2? Тогда король E3, да? И пешка G4 теряется. Ну, между нами, говоря, это тоже битая ничья. Абсолютно. Ладья F5 сыграно. Да. Тоже выиграю. Ладья F5 сыграно, да. Конь E4. Никаких конь G8. Ну, Владимир время просто кончается. Он просто... Здесь ему тяжело, конечно. Ну, Владимир H5, чего уж там. Ну, съел. С таким удовольствием сейчас Женя съел. Ой, какое удовольствие прямо его движение руки чувствуется. Наконец-то он эту вредную противную пешку слопал. Так, а если шаг дать на C8? С идеей разменять коней вот таким образом. Ну-ка, ну-ка, взяли-взяли. Потом, значит, короля подвигаем на F4 где-то... Ну, хорошо. Окончание с конями 2 на 1 тоже ничья. Да, в этом не приходится сомневаться. Да, это рок, дорогие друзья. Это ничейный рок над нами просто. Ладья D8. Ну, отсекли. Отсекли черного короля. Вот ладья D8 логичный, предсказуемый. Не пущаем. Политика такая. Не пущать. Казалось бы, близок был локоток. Для Крамника укусить-то так и не получается. Но вот сейчас уже, не знаю, возросла колоссальным образом вероятность ничейного результата. Хотя, знаете, играть еще можно. Вот здесь самое время вспомнить Дреева и Бродского. Ладья и конь и две пешки против ладьи и коня и двух пешек. Алексей Дреев выиграл у Михаила Бродского. Это было, это факт. Хорошо, что не у Иосифа Бродского. Ну, у нас свои Бродские. Нам, Иосифов, не надо. Но у нас, Иосиф Бродский так не умел играть в шахматы, как Михаил. Между прочим, хороший гроссмейстер, тренер женской команды Украины. Так что не будем принижать его достоинства. Но черные дни бывают и у Бродских. Так что ладья Д8. Сыграно, король С7. Напали на ладью. Будем работать дальше. Важно на Д6 никого не поставить. Так, Володя, осторожно. Володя, аккуратно. И на Аш8 тоже не надо после коня в 5. Черные будут играть на выборах. Ой-ой-ой, ладья и 8. Ага, смотрите, еще одна заманушка, да? Король Д7, коня в 6. И сдались. Что самое опасное при игре с конями? Вилки. Вилки. Это дело серьезное. Ну, с другой стороны, возникает вопрос, от чего хотят белые. Король в 4, там же ладья в 5 шах. То есть пока конструктивных идей не видно. Отдавать пешку при отсеченном короле я бы не решился. Я считаю, что это было бы... Конечно, это на победу. Просто надвигаем пешки вместе с королем. И ждем перехода в пешечное окончание выигранное. Ну, это, по крайней мере, очень близко. Не знаю, я бы так черными ни за что не сыграл. Не надо. Так, может быть, просто король в 6 подождать пока. Так, ну, ладья в 5 тоже, кстати, неплохо. Не пускаем никого никуда. Хотя конь на 6 остается. Ну, это временно. Так, а если ладья в 8, минуточку. Ладья в 3 шах. Ладья в 3 и конь в 6, да? Конь в 5. Конь в 5. И на конь g5, конь d4 имеется в виду, да? Конь d4 еще. Так. Ладья в 8-то сыграна. Мы просто идем. Есть еще ход ладья g8? Нет. Конь d3 сюда и f5, да? Не, ну это уже битая ничь. f5. А он королем отошел на d4. Давайте посмотрим. Теперь на конь f5 король на e5 пошел. Ну, не знаю. Здесь надо еще посмотреть. И f6 шах там. Как? f6 шах. Вот здесь f6? Да. Ну, хорошо. Ну, так пока. Куда торопиться. А, тогда конь d4, f5. А, конь d3 тоже возможно, кстати. Конь d3 дает ничью. Так. Вот сейчас позиция. Просто такие ресурсы, как... Нет, тут уже пешек очень мало. Да. Ну, конь e7. Знаете, ситуация довольно нервная, потому что кто-то что-то обязательно зевнет. И он конь e7 просто пошел. Конь e7. Между прочим, по компьютеру. Компьютер считает, что после конь e7 у черных уже не хуже. Сейчас будем вообще рвать. Белых, да? Сыграем f5, побьем на f2 и будем реализовывать. Большой перевес черных. Извините, в режиме диалога невозможно вести эфир. Ведь вас никто не слышит. И поймите, каждая ваша реплика, она вот как будто мы же не можем разговаривать с вами. Понимаете? Поэтому, пожалуйста. Какие-то дельные соображения мы же не против. Но... Так. Конь e7 сыграно. Так. Вот было бы очень интересно взглянуть на циферблат. Как там у Володи? Времечко-то? Минута и две секунды. А, ну это еще полегче. Все-таки 30 секунд добавления на ход. Как же это смягчает, а? Как же это смягчает? Смягчает горечь. Горечь, неудач, да? А Володя-то сейчас занервничает. Спасаться же надо как-то. Вообще смешно, конечно, звучит. Ясное дело, что... Не, он сейчас предложит ничего, конечно. А я бы на месте Томашевского сказал бы, поиграем. Ты меня, дорогой товарищ, 7 часов возил по доске, а теперь я тебя пару часиков помучаю. Ну тут сейчас поговорим по-мужски. Вот это правильно. Остается 28 секунд. Никакого либерализма тут быть не должно. И никакого гуманизма. Это не наш метод. Все, работаем. Ага, Ладья-7. Ну, здесь, правда, по седьмому ряду, конечно, убил. Конь С6, шах. Конь С6, король сюда, да? И что? И король Б6. Ну, пешка-то... А, король Б6. Ух, как окучиваем. Ладья-Д3 тоже, кстати, ход есть такой... Неплохой. Король С5, наверное, да, есть ход. Вроде бы там на Ф7 зависает Сильез. Ну да. Ну да. Не знаю, может быть, конь Е5 здесь, конечно, ход. Но забавно, что не только черного, но и белого короля отгоняют от королевского фланга. Вообще взаимный прогон происходит. Невероятная борьба. Молодцы, конечно. Просто молодцы. Ну хорошо. Позиция ничейная по компьютеру как угодно. А что, если не рекорд они тут ставят по времени? По времени? Так. Уже 7 часов почти. Но мы еще ни разу на мемориаль летали, а в 8-й час не выходили. Без 5 минут 7 уже часов игра продолжается. Так, я надеюсь, что мы сегодня установим рекорд. Гиннеса. В книгу Гиннеса. С учетом того, что завтра еще у нас необычный день с необычным режимом, это будет испытание. Как сказал нам, сейчас все играют до конца. Ну вот, до какого это вопрос слободнило. Ну, Крамник у нас чемпион в этом турнире по игре до конца. И я считаю, с таких людей надо брать пример. А Томашевский, кстати, претендент. Он тоже там пару раз, у него было пару таких партий. Но дело в том, что Крамник все время является, как правило, является атакующей стороной. Именно по его инициативе эта партия продолжается. Предложил он ничью, я думаю, Женя с громадным удовольствием согласился бы уже давно. А вот сейчас посмотрим. Есть еще пора в прохромницах. И всегда надо иметь в виду нервы, усталость и небольшое количество времени. Конь Ж6 он дал. Конь Ж6, король Д5. А, король Д4. Д4, на всякий случай. Так. Ну, где-то конь Ж5 с идеей на Ф7 отгрызть. Ну, и король Д7, может быть, уже пора. А, ну да, король Д7. Конь Ж5 на Ф2 висит. Нет, ну, правильно, вот такая ничья. Ну, это ничья, наверное, на очереди. Король Д8, никаких. Король Д8. Не-не-не, нельзя подавать. Почему на Д7 он не пошел? Ну, ладно. Ну, конь Ж5, правда, точно так же ведет к ничьей. Да? Да. Взяли. И король Е8. Конь Ж7, король Е8. Ну, конфликт исчерпан. В общем-то. Да. Ну, в конце концов, чудеса в шахматах бывают, но, наверное, уже не здесь. Если по пешке еще снимем, то уже не останется исторических прецедентов для того, чтобы такие партии завершались результативно. Ну, что, дорогие друзья, в общем, финиш близится. И ясность тоже есть, но надо досмотреть до конца. Надо все-таки их пригласить на пресс-конференцию, я чувствую. И еще минут 20-25 изучать варианты. А может, и 40 минут даже все. А что, между прочим, можно достать контракт этих шахматистов. Они же ведь все подписали контракт. А в контракте черным по белому сказано. После партии я обязан по требованию пресс-офицера приходить на пресс-конференцию. Тут нет пресс-офицера, к счастью. Ничего, ничего. У нас есть пресс-офицер. А ты зря. Вот. Что? У нас есть пресс-офицер. А есть пресс-офицер? Просто очень-очень добрый. Офицер. Да-да. Лазьабит Ф2. Я не знаю, какое тут слово ключевое. Пресс или офицер? Нет, неважно. Это, кстати, сложившийся термин, Илья. Ты зря так смеешься. Это уже стандарт. Ну, неужели не дотянем до восьмого часа? Смотрите, дорогие друзья, осталось полторы минуты. Ну, 21.58. Боюсь, что согласятся сейчас на ничью. И мы не поставим рекорд по времени. Это будет обидно очень. Король Е8 сыграно. Так, Владимир Крамник все время озирается на часы. Как-то вот такое ощущение у него нервозное. Ну, обидно будет проиграть вдруг эту партию. Ну, что? Конь А6, да, куда-то. Или конь Ж5. Он возвращается на Е4, и партия будет продолжена. Централизация, правильно? Правильно. Пешку на Ж3 не отдаем. Да, ну, хорошо. Здесь, наверное, какие-то серьезные рекомендации давать не стоит. Конь Е7, конь Е5. Да, какие-то такие нормальные переводы коней. Ладья Ж2 бесполезна. Там конь Е4 сыграют, и никто ничего не отдаст. А конь на Ж6-то как раз окажется отрезанным. Надо как-то улучшить положение коня. Это первое такое желание. Я бы сказал, безотчетное. Может быть, через Ф8 на Е6 он пойдет, когда белый конь окажется на Е4, но это уже дело вкуса. Ясно, что здесь практически любой ход ведет к ничьей. Даже вот снимаем с доски пешку Ж4 торжественную. Все равно битая ничья, абсолютно битая. Но если можно что-то не отдавать, зачем отдавать? Это нормально. Это абсолютно логично. Так, народ нас в интернете сейчас не балует вопросами. Все уже тоже устали. Как вы относитесь к шведским шахматам? Есть такое хорошее развлечение. Играем пару на пару. Съел фигуру, отдал сопернику. Он ее выставляет на доску. Что называется шведский шахмат? А шведская семья? А шведская семья, да. Потому что все обмениваются друг с другом. Мир, дружба, да. Знаешь, как шведский стол, шведские шахматы. Ну все, социализм, понимаешь? Ведь на заре нашего отечественного социализма вообще были такие идеи. Давайте мы отменим семейный институт. Мы сделаем так, что мужчины и женщины тоже будут общие. Ведь это все было. В Швеции, кстати, на самом деле они реально построили социализм. Так. В отличие от советского социализма. Но это не тот все-таки социализм, я тебе скажу. Это вопрос терминологии. Это вопрос терминологии. Все-таки Маркс Энгельс имел в виду несколько другое. Да. И вопрос отмены денег, как эквивалента труда. Это уже коммунизм. Нет. Так социализм именно с прицелом на коммунизм. Все-таки наши классики-то рассматривали. Так. Ладяев 5, конь Е4. Сейчас мы если еще по вопросам марксизма или ленизма устроим здесь дискуссию. Вообще будет... Виноват, вы сейчас хотите развернуть дискуссию? Да, да. Как профессор Преображенский. Так, ну что, неужели конь Е4 нуждается в каких-то... Неужели на Е6 сейчас отправит? Ой, зауважаю. Ну, я уважал Крамника миллион раз. И вот миллион первый раз отмечаю, что это человек-легенда. Ой, что делает. Сейчас на Ладяев 5 еще конь Е4 ходом нашел. А конь Е7 грозит. Конь Е7 грозит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, правильно. Ну, может быть, тогда Ладяев 7 трусливо так сыграть. И сказать, Володя, может, все-таки ничья так слабеющим голосом. Из последних уже сил явно. Вот тот откажется, конечно. Ладья А6. Какая ничья? И Ладьяев 6. Ладьяев 6. Ну, не знаю. Я бы дальше продолжил морочить голову. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай, Женя. Так. Вилка только не зимняя. Умоляю. Ладьяев 7. Вот. Вот. Робкое предложение. Я думаю, гневно будет отвергнуть. Размен. Никаких разменов. А 25 секунд. Не понял. А у него, он вообще сделал ход на 3 секундах буквально перед этим. Владимир? Да. Ну, это нервы канаты. Нервы канаты. Угорячука, кстати, самый, наверное, нервно-канатный игрок. Вот. Он постоянно в цветноте играет. И на последних секундах готов любую шахматную авантюру строить. Но самое все-таки, я думаю, это Майкл Адамс на самом деле. Не знаю. По количеству цветнотов, которые... Нет, не в цветнотах. А вообще, вот у него нервы всегда вот в этих перебоях, которые в многочисленных тайбрейнках и в перебоях. По олимпийской системе он показывал феноменальные нервы. Ну, раньше, по крайней мере. Не знаю, как сейчас. Так. Конь f8, конь f4. Продолжается. Танец маленьких лебедей. И хотим потом за пешкой g4. А зачем конь f8? Коня надо ставить так, чтобы пешку уничтожить. А куда? Ну, на f6 ладью, например. Конь f8? А, конь е7, да? Ну, не конь е7. Нет, конь на f5 это как раз разумно, да? Ну, да. Коня на f5 это идея. Не дурная. Вообще, если соперник угрожает вилкой, почему бы не сделать то же самое? Сейчас они еще будут играть ладья и конь против ладьи. Вот это возможный вариант. Кстати, мы уже... Не, подожди. Как от кони f5? А, все. 7 часов и 3 минуты. Поздравляем всех наших зрителей. Начинается час шахматного маньяка. Вот сейчас все и начинается. Да, да. Сейчас вот у монитора и за доской остались только настоящие, вот истинные... Патриоты шахмат. Патриоты шахмат. Люди, которые любят их беззаветно и, в общем, даже, может быть, слишком сильно. Води h8, король d7. Да, и, ну, белый конь через c5 на е4 переходит, и борьба продолжается. Король d7 не обсуждается, конь c5, конь е4, ну и дальше. Ну вот, ладья с конем против ладьи, будем играть еще долго. Сначала еще пешку надо забрать. Нет, пешку мы заберем с божьей помощью, вот. Но стоит вспомнить, что ладья с конем против ладьи, Каспаров выиграл у Юдит Полгар, так что... И Крамник захочет повторить этот, безусловно, подвиг. Король c7. Ой-ой-ой, как. Причем, вы заметили паузу? Когда поставил королян c7, не сразу оторвал руку, как-то немножко... Ну, это у Крамника тоже, кстати. Перепугался. И это присутствует. Так. Ну что, король е4, все равно конь f5 есть еще. Ход. Я вообще не думаю, что коня надо отдавать. Я считаю, что надо все-таки, не надо давать слабинку. Надо как-то попытаться потехничнее сделать ничью. Но для этого техничный игрок нужен. Так. Так, 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 так. Ну, хорошо. Коня на е4, наверное, вернет. Ой. Ой-ой-ой. А, это очередная ловушка. Съели на g3 и отдали ладью. Да? Хотя, даже этот вариант. Может быть, надо посмотреть до конца. Шаг сюда. Ну, там конь далеко можно... Шаг сюда. Да, и черный конь может просто не вернуться. Ладья f2 просто. Ладья f2 и, похоже, на конец. Видимо, проигран. Ну, опасности мелкие. Так. Ну, этого не случится, я надеюсь. А если... Ладьей зайти? Ну, или ладьей... Нет, конь c6 шаг, конечно. Конь c6. Ну, тоже. Ну, тут пора предлагать уже, Володя, ничью, потому что перевес его испарился, вообще-то. Ну, вообще, он действительно хотел как-то по седьмому ряду пошиховать, а после конь c6... Король е4 надо делать ход и предлагать ничью. Пока не поздно. А зачем? Почему? Король d5. Ну, ладья f5 шаг. А, под ладья f5 это неудачно. Да, это неудача произошла. Я думаю, Володя все-таки уже... Ну, сейчас, пока он подумает, остается секунды последнее. Семь. Король c4. Король c4. Он хочет все-таки коня на е4. Все-таки на победу выиграет. Да, конечно, а как? Не, ну, даже не может быть вопросов никаких. На ладья f3 конь е4. И ладья е3. Ладья е3, ладья е8. И снова ловушка. И снова ловушка. На король d7 конь f6. Ну, король b6 пойду. И король е3 там. Сюда, может быть, еще. Так. Ну, не знаю. Доминация. Доминация, однако. Ну, ладно, посмотрим. Если уж мы сидели 7 часов и 6 минут, то посидим еще. Еще минут 15, да? Ну, хорошо. Если есть возможность зевнуть, то соперники дают эти возможности соперникам. Друг другу до конца. Ну, для тех, кто, может быть, случайно включил компьютер и видит, чем мы занимаемся, учтите, что прошло уже действительно 7 часов и 7 минут. И это вот квинтэссенция сегодняшнего тура. Это восьмой тур Мемориала Тали. Четыре партии завершилось в ничью. Пятая завершается в ничью. И вот это понятие завершается, длится уже часа три. Анатолий Абрамович явно недоволен уж. Пора и главный судья турнира Анатолий Абрамович Быховский. Вообще, как он стоит на ногах, непонятно. Непонятно. Совершенно непонятно. Я считаю, надо подставить стул. Мы-то хоть сидим тут. Срочно подставить стул, но Анатолий Абрамович демонстрирует удивительную любовь к шахматам. На восьмом часу интересоваться тем, что происходит за доской. Вот 30 лишних лет назад он был тренером сборной СССР. Юношеской, молодежной. Тренер Грещука. Молодой Грещук как раз под руководством Анатолия Абрамовича. Рос и воспитывался. Так, Ладьяев один просто, да, играют? Ну что ж. Кстати, это сотый ход. Я поздравляю всех с юбилеем. Сто ходов. Есть. До двухсот не дойдут. Ну, до ста пятидесяти обязаны, как честные люди, добраться. Кстати, меня спрашивали, какая самая долгая партия в истории шахмата именно по ходам. По-моему, двести с чем-то ходов была партия, да? Да, а в Блиц я видел партию Иванчука с Леха. Там было около трехсот, мне кажется. В Блиц? Ну, там с добавлением, да, естественно? Да, три секунды. Две секунды наху. Три плюс две. Они играли Эншпель. Ладья, слон и две пешки против ферзя и пешки на одном фланге. Иванчук пытался выиграть. И он был близок в один момент. Он отъел пешку все-таки. Ладья, слон, две пешки против ферзя с пешкой, да? Ну, там как-то пешка была слабая, вот там, где был ферзь, в общем. В общем, Иванчук был близок к победе. Они играли двести с лишним ходов, мне кажется. Точно. А сколько именно? Мне даже трудно вспомнить. Погоди, двести с лишним или триста с лишним? Мне кажется, около трехсот. Но, может быть, я ошибаюсь. Двести с лишним, двести плюс я как бы... За двести... А, нет, ладья Д1 же последовал. Ладья Д1. И все, перекладываю. Теперь черные играют на победу. Так. Крамник успел защитить коня. И ладья Д1 связка. Опа! Ну, не могу сказать, что это что-то серьезное. Я бы даже продолжил бы игру. А вдруг черный король Д7 все-таки сыграют, и взимнут кони в шесть. Ну, хорошо, ладно. Ничья и так, и так, но... А у черных... О, сравнялись они по времени, наконец. У Томашевского минута девять против минуты тринадцати. У его грозного визави. Визави и рандеву, да? Вспоминаю все французские слова. А визави это французское, да? Ну, наверняка. Ударение на последний слог. Так интуитивно кажется мне. Авантаж, это преимущество. Визави, соперник, рандеву, встреча. Ну что, Женя, не надо подвешивать флаг. Так, ладья Е1. Что-то Женя уже как-то хладнокровие, ему немножко все-таки изменяют, похоже. Ну, конечно. Со стороны давать советы. Такое давление на него оказывается психологическое. Многотонный пресс. Просто многотонный следует. Сейчас король Ц5 сыграет, Володя. Я вот верю в него. Как Пить Д7 сыграет? Он может. Анатолий Враунд. Ну, давай, давай. Королем, вперед, Володя. Вперед. Давить. Душить. Нагнетать. О, король Д5. Может, удастся на королевский фланг пробежать? Сказал сам себе. По новому, новый вояж. Да, на коме Б4 король Е5 и на Ф5 пробраться. Ну-ка, ну-ка. Ну, правда, ладья Е3 есть простецкий ход. Рабочко-эстенский, да? Нет, шажок. Ну, шаг тоже невреденный. А, кстати, от шагов-то некуда бежать. Правда, вот есть ход король Е6. Я бы его изучил за белых. А если король на Ф5 проберется? Ну-ка, ну-ка. Черный король вдали от пешки. Пора переходить от таких с конем против этой позиции. Здесь ладья Д8 есть. Нет, ну вот это окончание точно нечаянное. Это же размен ладей, дорогие друзья. Так, ну, Володь, ну, слушай, ну, если ладьи сейчас будут поменены, может быть, здесь тоже пора соглашаться, как-то пора быть честь знать. Ну, это что ж такое-то? Неужели? Неужели будем вот это окончание сейчас изучать? Так. Конь Д4 шаг и Конь Е2. Вот она мечта поэта. Ну что, Женя, ладья Д8 скандирует трибуны. Ладья Д8. Ай, молодчик, молодчик. Все. Коплещет зал. Вот это круто. Это было круто сделано. Трубят фанфары. Гремит медь. Да, если бы не разменялись ладьи, то, я думаю, партия бы в самом разгаре была бы. Ну, а пока все-таки, наверное, идея Конь Д4, Конь Е2 очень сильная. Очень крайне сложно противостоять. Взяли, взяли. Ну, Володя, конечно, может исхитриться и не пустить Коня на Д4. Ну, тогда он с этой стороны будет. А так, сыграем. Оп, 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 и все-таки не удалось. Нет, Конь С3 там еще пока. А, Конь С3 нельзя пускать, не надо пускать. Да. Правильно, ну-ка, ну-ка. Ну, хорошо, это все уже, конечно, да, взяли, взяли. Я думаю, что сейчас соперники руками доведут. Да, я бы на месте Томашевского предложил бы сейчас ничего пустить. Нет, а зачем предлагать? Я считаю, не надо психологически прогибаться под соперника. После 100 ходов уже имеет право, кстати, 104. Ни в коем случае, нельзя давать слабинку. Мне нравится, что Володя так думает. Обалдеть можно, как он думает долго. Вообще похоже на решающую партию матча на первенство мира, когда тебе не понимаешь. Анатолий Абрамович тут уже прошел мимо камеры, он уже явно не понимает. Он уже близок к тому, чтобы подойти к соперникам и сказать, ну сколько можно, сколько можно. Если бы он знал, он, может быть, не захотел бы быть судьей этого турнира. А между прочим, на самом деле, Анатолий Абрамович откровенчивал, что ему очень нравится смотреть на то, как играют сейчас шахматисты. Ему очень интересно. Просто сам процесс шахматной игры. Да, но мне он говорил тоже кое-какие вещи, из которых можно было заключить, что ему не нравится, когда партии долго продолжаются. Очень долго, в смысле, продолжаются. А, так конь F3, конь H2. Вот как, я вижу, как надо. Конь F3, конь H2. Слушай, а прокорамник играет, ну действительно, это можно с ума сойти. Ну все-таки. Сейчас конь F3, конь H2, конь F1. Действительно, ну тут уже можно, как бы, даже Фишер бы, Роберт Джеймсович, мне кажется. Роберт Джеймс Фишер бы, тут уже бы закончил бы игру. Нет, но это не в наших традициях. Мы, знаешь как, шахматы развиваются последовательно. Интересно, что он скажет про эту стадию партии на пресс-конференции. Да, да, да. То, что делал Фишер, мы усиливаем и усугубляем, я бы сказал. Король F4, сейчас конь H2, конь F1 и ничья. Ну давай, Женя. Если белые запулили коня на H7 и добились прогресса, то мы... Отрамник не будет уничтожать пешку ни в коем случае, чтобы была теоретическая возможность поставить ман, да? Конь D5, ага. Не, ну согласились. Обалдеть можно. Нечеловеческое давление. Ну, Володя сейчас говорит, вроде было бы где-то выграно, но что-то вот не сложилось. Ну что, как пресс-офицер тут приглашает? Нет, пресс-офицер не приглашает. Поэтому мы, наверное, на этом... Да, второй миролюбивый тур подряд, все ничьи. Хотя сегодня был гораздо более боевой тур, чем вчера. Несравнимо более боевой. Но тем не менее, все партии закончились в ничьи, хотя тур был интересный. Но завтра решающий тур, все решится завтра. Если будут... То есть, возможны разные варианты. То есть, первое место отнюдь не обеспечено, как и второе и третье. Итак, дорогие друзья, завтра напоминаем, что в 13.00... В 13.00 последний тур, мы в последний раз приглашаем всех в Музей русского импрессионизма. Приходите, болейте и, конечно, смотрите нас в интернете. Для вас работали Сергей Шипов, Илья Смирин. Спасибо, всего доброго. До завтра.